друзья мои всем привет сегодня обещанная стрельба патронами которые мы с вами последние заряжали патроны заряжены пенопластовым пыжом там два патрона по две прокладки и те патроны по одной прокладки ну как я вам и объяснял предыдущем видео ссылочку на видео как я заряжал я оставлю внизу под описанием вот ребята сейчас мы наша мишень смотрите наша мишенька предыдущая который мы прошлый раз стреляли сейчас мы будем цеплять бумагу будем смотреть кучность стрельбы не понравилось мне прошлый раз как стрелял верхний ствол вообще непонятно по какой причине будем сейчас производить по одному выстрелу будем смотреть какой разброс дроби сейчас скрепим бумагу да сегодня холодно мороз на улице хороший приходится работать перчатками они сейчас так так еще один листочек на вторую сторону стрелять мы будем сейчас верхним стволом по левой мишени и нижним стволом по правой мишени вот сейчас произведем один выстрел и посмотрим результат стрельбы ну все идем на огневой рубеж бумагу мы оставляем пока здесь итак друзья заряжаем первые патроны у меня не обозначены те патроны которых указано 40 указано двойная прокладка вот они ребят смотрите первые два патрона дробь 400 и там указано двойная прокладка сейчас произведем выстрел с этих патронов верхним стволом я буду стрелять по левой мишени и нижним стволом по правой мишени все ребята огонь резкий выстрел капец осечка ждем ребят осечка была ждем если все можно открывать все у нас один патрон не выстрелил в общем выстрел тот который нужен не произвели сейчас делаем повторный выстрел с верхнего ствола только лишь всего с верхнего ствола все братцы пойдемте посмотрим что у нас там получается у меня при стрельбе нижним стволом очнулась сильно рука очень это нормально теперь при подходе я смотрю куда пошла дробь нижнего ствола ну что братцы я недоволен конечно выстрелом пенопластовый пыш меня не убедил вы видите да в район в район центра попала три дробины выше 2 ну дробь пошла выше это понятно вот ее видно по снегу как она ушла то нижний ствол у меня нижним стволом я мазанул и мазанул сильно куда пошла дробь и неизвестно ладно ребят сейчас мы перецепим мишень и попробуем выстрелить еще пару раз у нас одна мишень чистая то есть мы меняем только одну мишень это вообще не понравилось не стрелять надо так делаем еще два выстрела и так друзья зарядили мы в принципе тот же патрон ну двойная прокладка конечно показала немножко резче выстрел ну результат выстрела меня не порадовал сейчас мы попробуем выстрелить с упором я постараюсь со сне прислониться чтоб более произвести точный выстрел дистанция до мишени 35 метров ребят так что пробуем дальше старший сержант максименко стрельбу окончил как братцы ну сейчас будем смотреть сейчас стреляли точно вот сейчас посмотрим брал прям по центру мушки мишень будем смотреть как наше ружье бьет вот теперь уже будет ясно и понятно итак друзья результат прицельной стрельбы это уже была прицельная стрельба бьет четко по бьет четко по планке левая мишень немножко правее получилось как-то сейчас я следующий выстрел сделаю со смещением буду целиться вот сюда и посмотрим правая мишень все четко как целились так и выстрелили нижний ствол правый ствол немножко мне не нравится но опять же таки не нравится а потом уже после этого выстрела посмотрим пробиваемость и в данном случае сейчас были патроны заряжены пенопластовым пыжом и сейчас мы будем стрелять древесно-опилочным пыжом два патрона тот же самый заряд все то же самое только другой пыш и уже будем смотреть так сейчас я секунду гляну на пробиваемость ну ребят пробиваемость очень плохая сразу могу вам сказать в дсп застряла дробь дробь у нас получается 3040 застряла то есть пробиваемая способность недостаточная итак друзья сейчас мы будем стрелять древесно-опилочным пыжом два патрончика отстрелим ну сделаем сравнение потому как эти пыжи ну вернее эти патроны я заряжал немножко раньше это мои боевые патроны те которые применяются на охоте при спортивной стрельбе принципе неплохо эти патроны с пенопластовым пыжом но для боевой стрельбы я вам скажу не очень они мне понравились пробивная способность этих патронов очень слабая так ребят стреляем смотрим на кучность выстрела стреляем с упора прислонившись дереву ну я думаю стрельба должна быть результативной извиняюсь тыкнулись мы сучок в лавон сучок в лавон вот это слышно вот это выстрелы так выстрелы и толчок хороший по плечу резкость хорошая ну теперь будем смотреть на результат нашей стрельбы ну если отсюда смотреть не вижу что попало там видно будет ребят о вот это хорошо слышно что патроны заряженные к так как надо ну да левый ствол все равно чуть-чуть веселей все равно бьет у меня верхний ствол немножко правее чуть-чуть правее он бьет на будущее буду знать ну а теперь пробивную способность этих патронов сразу видно он вырвала вот можем видеть вырвала прям с мясом все вот это уже другое дело тут конечно слабый результат раскидала где-то дробь ушла непонятно куда так теперь сорвем мишени и посмотрим на пробивную способность вот видно грубо дробь глубоко заходила кое-где по пробивала насквозь так ребят и теперь контрольный выстрел моей жены оставил я один патрончик с пенопластовым пыжом патроны которые стреляют но не так резко как патроны древесно-опилочным пыжом пускай разочек бахнет пошли итак друзья смотрите отстрелялись мы в общем результатом стрельбы я остался не очень доволен мягковатый пыж конечно смотрите какие пыжи становятся после стрельбы их сжимает так сильно что просто капец они становятся толщиной но меньше сантиметра по 5 миллиметров в общем очень он мягкий надо пенопласт немножко жестче в принципе но эта проблема не проблема не выстрелил у нас один патрон вот смотрите пробой есть выстрела не было было осечка результаты сечки будем исследовать не нравится мне такой конечно подход непонятно почему бы случилась осечка сейчас я заряжу патрон еще сделаю пробный выстрел но навряд ли конечно он выстрелит в общем все ребят на этом все погуляли опять повеселились постреляли жена моя не захотелось стрелять но ничего страшного не женское это дело итак ребят мой вам добрый совет занимайтесь с мужскими делами женщины пускай занимаются женскими делами ну в частности сымают нас всего хорошего всем здоровья крепкого ну и всего самого лучшего всем пока